Друзья, в изоляции есть одна сложность. Мне нужно где-то работать, детям играть, заниматься учебой. И для того, чтобы друг другу не мешать, сделаем своими руками видеостудию. Начинаем! Итак, друзья, одно главное условие. Значит, наша студия должна быть как можно более бюджетной. На старте я не хочу потратить, ну, почти ни копейки. Берем ножницы, берем степлер, берем рулончик ветрозащиты, который у меня остался после стройки, и отбиваем стены. Погнали! Друзья, у нас осталась та стенка. Некрасиво. Давайте придумаем какую-нибудь шторку. Замеряем длину стены. Погодка сегодня не фонтан, поэтому камеру я спрятал. Берем и отрезаем нужный размер. Так, друзья, помню, что денег у нас нет, бюджета у нас нет, и по этому штангу мы крепим на то, что сможем. Я вот нашел такие странные приспособления. А еще, друзья, покатавшись в готовке, я нашел вот такие прикольные колечки для карниза. Вот на них мы и закрепим наши шторы. Гляну я в кадр, что-то неаккуратно, лучше. Пока не разошелся дождик, нам нужны 4 полочки шириной в 25 сантиметров. Вот мы их сейчас и изготовим. Продолжение следует... Теперь нам нужен рабочий стол. Я вот нашел какой-то каркас, опять же на даче, из которого мы соорудим стол. Две деревяшки тоже нашлись, и из них мы соорудим столешницу и переднюю часть. Идеально подходящих по размеру материалов у меня нет, поэтому мы их опять-таки изготовим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, первый шажок. У меня начинает появляться мое первое рабочее место. Продолжаем готовить студию. Вчера понял, что с размерами полочки ошибся, слишком они маленькие, а впихнуть в них захотелось гораздо больше. Переделаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, ребят, я понял, что мне нужна стойка под свет. Опять же, берем подручные материалы, деревяшка, железяка, заслевливаем все это дело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, я еще немного перестроил схему. Сейчас дневной свет у меня сбоку. Сзади контровой. Ну что, друзья, вот тот базовый результат, который хотелось мне получить. У нас светлое пространство, у нас есть объем, у нас есть отстройка от заднего плана за счет контровика, и у нас отличная площадка для того, чтобы делать тестирование. Друзья, если этот ролик показался интересным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. А если в ваших комментариях вы еще и посоветуете, как сделать эту студию лучше, буду очень признателен. Спасибо за внимание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА